Добрый день, уважаемые наши одиннадцатиклассники! Мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену и продолжаем разбирать и анализировать задание номер 7, связанное с грамматическими формами русского языка. Итак, на прошлом занятии мы говорили с вами об использовании собирательных числительных и сказали о том, что собирательные числительные могут использоваться существительными мужского рода, например, двое мальчиков, можно сказать, и можно сказать два мальчика, трое мужчин. Собирательные числительные могут также использоваться с названиями детенышей животных. Например, двое котят, трое медвежат. Также собирательные числительные мы можем использовать существительными, стоящими только во множественном числе. Например, четверо суток. Или также собирательные числительные можем использовать с парными предметами. Например, двое ножниц, трое саней. Что нам нужно запомнить? Нужно запомнить то, что собирательные числительные нельзя использовать существительными женского рода. Нельзя сказать двое бабушек. Можно использовать форму только две бабушки или обе бабушки. Три женщины, но трое женщин быть не может. Значит, собирательные существительные с женским родом не используются. Обратите внимание, склонений числительных. Мы с вами должны вспомнить о том, что все числительные мы можем разделить на два больших разряда. Количественные числительные и порядковые. В количественных числительных что важно знать? Важно знать то, что в них изменяется каждая цифра в составе числительного. Что это значит? Это значит, что мы с вами при изменении по падежам числительного должны изменить каждую из его частей. Например, 576 рублей. Рассмотрим алгоритм выполнения этого задания. Возьмем с вами, например, предложный падеж о 576 рублях. Как мы с вами должны действовать? Первое. Мы определяем в словосочетании главное слово. Главным словом будет являться слово о рублях. Задаем вопрос. О чем? О рублях. Это слово стоит в предложном падеже. Именно главное слово определяет в целом и падеж всего словосочетания. О рублях. Изменяем. Ставим наше числительное 576 в форму предложного падежа. И самое главное, мы изменяем с вами это числительное не в целом, а каждая цифра, каждая часть составного или сложного числительного должна измениться. О 5 5. О 5 100 100. О 5 100 7 10 6 рублях. Только в этом случае мы с вами не пропустим ошибку или не допустим ошибку при выполнении задания. Это главное условие. В количественных числительных изменяется каждая цифра в его составе. Порядковое числительное. Если количество числительное обозначает целое число и отвечает на вопрос сколько. Сюда входят и дробные, и собирательные, и целые числа. Но все они будут отвечать на вопрос сколько. Порядковое числительное отвечает на вопрос какой. Какой? Первый, пятый. То есть обозначает порядок предметов при счете. И изменяется в них, в них, в этих порядковых числительных, только последняя цифра. То есть если мы с вами видим составное или сложное числительное, состоящее из нескольких цифр, то мы должны запомнить, что изменяется в этих числительных только последнее число, только последняя цифра. Обратите внимание, она выделена более жирным шрифтом. Пятьсот семьдесят шестой номер. Нет, пятьсот семьдесят шестого номера. Дательный падеж. Кому чему? Пятьсот семьдесят шестому номеру. Изменяется только последнее слово. Пятое. Необходимо знать, как образуются формы глагола. Ряд глаголов особым способом образует форму повелительного наклонения и в этих глаголах чередуются согласные звуки, согласные буквы. Обратите внимание, лечь это форма начальная, то есть форма инфинитива глагола. Что сделать? Лечь. Образуем форму повелительного наклонения. Ты что сделай? Ляг. Вы что сделаете? Лягте. Нет форм ляж, ляжьте и так далее. Таких форм не бывает. Ляг, лягте. Это правильная форма грамматики. Есть. Ешь, ешьте. Ехать. Поезжай. Поезжайте. Стеречь. Стереги. Стерегите. Полоскать белье. Полощи. Полошите. Полощите. Каковы ошибки при спряжении глагола «жечь»? Обратите внимание, я что делаю? Жгу. Ты что делаешь? Жжёшь. Он что делает? Жжёт и так далее. То есть сочетание «жгёт», «жгём», «жгёте» таких выражений нет. Это неверная грамматическая форма использования. Необходимо помнить о таких словах, как «одеть» и «надеть», «класть» и «положить». Класть и «положить». Что нам нужно с вами запомнить? Нужно запомнить то, что слово «класть» не используется с приставкой, а слово «положить» наоборот не используется без приставки. То есть формы такие – класть на стол и положить на стол. Это равноправные формы в русском языке. Недопустимо употребление форм «хочет», «захочет», «хотишь», «хотит» и так далее. Таких форм нет. То есть нельзя употреблять в литературном языке такие формы типа «возникнул», в этих словах нулевое окончание. Он что сделал? Возник. Он что сделал? Проник. Он что сделает? Попробует. То есть это грамматические формы образования форм глагола. Давайте посмотрим, как же правильно исправить выделенное сочетание и найти правильный вариант ответа, не допустить ошибки. На митинг пришло не более 500 человек. Обращаем внимание, что здесь главным словом является слово «человек». Не более скольки. Стольки-то человек. Нет кого человек. Это форма родительного падежа. Значит, форма родительного падежа определяет и падеж данного числительного. Не более 500 человек. Так должно было быть правильно. Обращаем внимание опять на то, что в этом предложении есть числительное «пятидесятью миллионами рублей». Действуем уже по алгоритму. Находим главное слово к этому числительному «рублей». Слово стоит в родительном падеже. И по частям изменяем наше числительное. Нет. Пятидесяти миллионов рублей. Может быть, форма вот такая, стоящая в родительном падеже. Взвесьте мне пять килограмм помидор. Мы говорили с вами о том, что это слово стоит во множественном числе, существительное множественного числа. И при форме родительного падежа это слово должно иметь окончание «ов». Взвесьте мне пять килограмм помидоров. Окончание в этом слове «ов». Через пару дней он совсем позабыл о потерянных 800 рублей. Нет чего рублей. Слово опять стоит в родительном падеже. Значит, нет чего 800 рублей. Форма должна быть использована таким образом. На площадку приглашаются спортсмены 2001 года рождения. Спортсмены 2001 года рождения. То есть это порядковое числительное. 2001 год рождения. Вспоминаем с вами о том, что в порядковом числительном изменяется только последнее слово. Значит, на площадку приглашаются спортсмены 2001 года рождения. Он досчитал овец до 3500, но так и не уснул. Он досчитал овец до скольки до 3500, но так и не уснул. Вот форма должна была быть такой. Теперь он с грустью вспоминал о 100 рублях, оставленных на столе. Мы с вами говорили о том, что окончание буковки «х» в этом слове быть не может. Только две формы употребления. 100 и 100. Значит, он вспоминал о 100 рублях, оставленных на столе. «Он наполнил кувшин, не набралось и три пятых». Не набралось... Вот правильное сочетание этого выражения. Как бы три пятых. Полторы телегами дров они завалили весь сарай. То есть мы сказали с вами, что используются только две формы. Полтора и полтораста. В этих словосочетаниях и предложениях. В каждом ряду есть ошибки. Нам нужно с вами их найти и объяснить. «Более нужнее обои брата испеки пироги». Мы видим с вами выражение «более нужнее» подчеркнуто. Почему так мы не можем говорить? Потому что одновременно использовать две степени сравнения мы не можем. Здесь используется и составная степень, и простая степень. Одновременно так мы с вами сказать не можем. То есть верно будет сказать «нужнее» или «более нужно». Далее. «Белый тюль, большой мозоль, ихний брат». «Белый тюль» – правильное выражение. Слово «тюль» – это слово, относящееся к мужскому роду. «Большой мозоль» – здесь допущена ошибка, потому что слово «мозоль» – это слово женского рода. «Большая мозоль». И обращаем внимание на выражение «ихний брат». Такого выражения в русском языке нет. «Брат чей?» – их. Выражение «скучаю по вас, вкусные торта, ягода – это слажа». Тут тоже целая серия ошибок. Обратите внимание, легко можно увидеть, что слово «торты» имеет окончание «ы» – «вкусные торты». Обращаю ваше внимание на то, что в слове «торты» ударение будет падать обязательно на первый слог. «Вкусные торты». Выражение «скучаю по вас» – это выражение верное. Вот грамматически правильным являются такие сочетания, как «грущу по вас», «скучаю по вас». Вот, выражение «ягода – это слажа» неверно. То есть от слова «сладкий» образуется форма «сладче». То есть «ягода какова» – «сладче». «Нет местов», согласно приказа «трое учениц». В этом слове нет окончания, нет мест. Согласно чему? Согласно приказу и выражения «трое учениц». Это собирательное, числительное, которое нельзя использовать женским родом. Три ученицы. Итак, мы посмотрели с вами правила, связанные с заданием номер 7, и попытались практически посмотреть, как же следует выполнять эти задания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok